Чем больше Киев делает возможностей, доступности для обычных людей на линии соприкосновения, тем быстрее ограничивает та сторона, самопровозглашенная, так называемая власть, любые контакты. Я знаю, что блокирует контакт. Я уверен, что это невозможно все равно, потому что ты же как... Ты любишь эту страну или не любишь? Вот любишь, ты украинец. Не любишь, ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут, знаете, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны, они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек? Потому что в детстве было так, на зубах. Это же невозможно, это привить. Это мое. Я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри. Мы Кострополь, Жуковка, палатка. Прыгаешь 14 метров со скалы, удивлял свою будущую супругу тогда. Вот смотри, как я могу. Тряслись коленки, но прыгал. Это я. Я там жил. Это моя земля. Это не их земля. Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарами. Сказать, да нет, тут вас не было. Там была депортация. Это все, значит, вы придумали. Не, невозможно. Да хоть перепишите историю. Хоть все города переназовите. Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени.